музей будущего в дубае тут если перефразировать задорного без мата восхищение выразить невозможно это я офигел от двух зданий от него еще есть круглый небоскреб в абу-даби он находится рядом с башнями эмирейтс и там же метро так что добраться вообще никаких проблем нету ну можно прогуляться я так шел пешочком почти всю дорогу от дубай фрейм только есть на что там под конец пару остановок проехал потому что не было нецелезообразно ходить что-то искать там наверно что-то еще забабахают в ближайшее время этот музей позволяет увидеть будущее через 50 лет в нем представлены предсказанные решения новых поколений и возможные технологии которые еще только будут придуманы уникальный объект сочетает своих экспозициях традиционное искусство и передовые разработки история инновационное достопримечательность появилась совсем недавно и поэтому ее история не такая богатая как у других культурных объектов дубая о планах создания музея будущего правитель дубая объявил 2015 году во время саммита вскоре после этого была проведена выставка посвященная созданию музейного комплекса и под это событие был создан специальный фонд в рамках саммита с 2016 года было проведено несколько выставок 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 каждая из которых имела свою тему в октябре 2016 прошла выставка жизнь машин посвященная идеям создания сложных роботов способных испытывать эмоции мероприятие в 2017 году предложила тему исследования процветания человечества в будущем особое внимание уделялось миромой промышленности урбанизму и сельскохозяйственной деятельности в 2018 году была проведена выставка хай ай эм ар демонстрирующая как здания с искусственным интеллектом могут могут служить человеку еще одно мероприятие посвященное человеческому уму и тело представили аудитории в 2019 году открытие музея состоялось вечером 22 февраля 2022 года то есть год назад церемонию проводили сразу три шейха один из которых был наследный принц дубая интересные факты красивое сооружение представляет собой каркасную конструкцию из невержавеющей стали и стекловолокна максимальная высота здания составляет 77 метров внутри гостей встречает роскошный холл а и по этажам развозят капсулы лифты осмотр начинается верх с верхнего этажа вниз что как-то тоже необычно в начале гости посещают экспозицию рассказывающая о космических технологиях на следующем этаже выставки посвященной экологии и природе хранилище жизни здесь демонстрируется жизнь в тропических лесах в обсерватории можно увидеть новые виды растений которые разрабатываются ученым на одном из этажей расположен лечебный институт где находятся вещи обеспечивающие улучшение здоровья кассы находятся в самом низу ну как бы что у меня сомнения что ими вообще пользуются билет можно свободно купить в интернете я как бы как всегда сначала смотрел на туристы на дубай но потом из-за отсутствия времени решил так сказать не посещать прошелся только по холлу и все из постройки можно выйти на другую сторону с видом на небоскребы и такой еще момент интересно это уже как бы такая традиция что для того чтобы попасть в метро не обязательно выходить наружу такой сделан специальный коридор чтоб люди и по солнцу не ходили и не знаю может там дождь когда-то бывает чтоб тоже не намокли в залах находятся сенсорные устройства ультрасовременные приборы интерактивные дисплеи и другое оборудование демонстрирующие новейшие достижения на территории располагаются площадки для презентаций дизайнерские студии и исследовательские объекты в музее также есть оздоровительный центр магазин сувениров ресторан и место проведения различных мероприятий рядом с комплексом находится зеркальный бассейн велодорожки и зоны для отдыха питание здания осуществляется с помощью солнечной электростанции проектированием здания занимались и архитектурная организация килодизайн national geographic написал что музей будущего один из 14 самых красивых музеев мира а шейх мухаммад бен рашид аль мактум в своем твиттере назвал сооружение красивейшим зданием на земле ну тут как кто бы сомневался что так его назовет но тут я наверно я все здания не видел но здание действительно очень красивое необычное и по виду снаружи даже не скажешь что такое огромное что там много еще может поместиться из-за такой формы об уникальной достопримечательности может найти можно и другие интересные факты музейный комплекс занимает огромную площадь 323 тысячи фунтов и состоит из семи этажей хотя по виду не скажешь фасад сооружения состоит из окон образующих надпись о будущем дубая мы не будем жить сотни лет но мы можем создать что то что будет длиться сотни лет цитата принадлежит шейху объединенных арабских эмиратов арабскую каллиграфию выиграванную цитатом на здании создан местный художник мотором бин лахедж вязь на фасаде подсвечивается светодиодными светильниками протягивающимися на длину 14 14 14 километров здание имеет футуристическую форму круглая конфигурация символизирует человечество а холм на котором располагается сооружение землю внутри объекта пустота демонстрирующая неизвестное будущее на последнем этаже сооружения находится специальный детский центр где малыши могут решать интересные проекты по своему по своему на одном из этажей демонстрируются инновационные технологии которые смогут усовершенствовать продовольственные и энергетические отрасли в ближайшем будущем три этажа заняты экспозициями касающимися развития космических реалий и биоинженерии каркас здания облицован 1024 панелями сложной формы каждый из элементов создавался на станках с компьютерным управлением и такая важная информация специально для российских туристов запрещен вход в музей в нетрезвом виде за это предусмотрена уголовная ответственность пока этого больше нигде не слышал ну и плюс в дубае не так просто найти алкоголь режим работы и стоимость посещения стоимость билета составляет 145 дирхам дети до трех лет могут проходить бесплатно вот музейный комплекс написали что работает с 10 утра и до 6 вечера но я туда попал позже и он был открыт лучшее время для посещения будние дни когда количество посетителей меньше чем выходные билеты рекомендуется приобретать заранее в режиме онлайн из-за большого количества желающих посетить вот подогнали верблюдов чтоб не плевались будущее будущим верблюд он его африке верблюд и ради чисто прикола чисто поржать зашел в туалет думал там вообще не знаю унитазы летают там непонятно что вообще может быть оказалось вообще прошлый век был я в японии там даже самый какой-то нищий хостель и там он был с кучей кнопок там подогрев что-то еще даже не знаю так что будущее уже в японии по сравнению с дубаем достаточно будущее порожать 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 Продолжение следует...